С 5 по 7 февраля в Чувашском театре юного зрителя имени Михаила Сеспеля проходит образовательная резиденция Всероссийского просветительского проекта «Национальная театральная школа». Интенсивы проводит команда Александринского театра вместе с преподавателями ведущих вузов страны. Милена Алексеева и Георгий Кривошейн тоже окунулись в театральную проектную работу. В прошлом году образовательные интенсивы Национальной театральной школы прошли в семи республиках страны. В этом году регионами-участниками выступили Мордовия и Чувашия. В марте образовательные резиденции пройдут на международном уровне в республике Сербской и Армении. Если просмотреть программу данного проекта, то можно увидеть и отметить, что здесь будет даваться такой интенсив по работе с проектной деятельностью как раз таки в современном театре. И я хочу сказать, что это важно не только для руководства театров, не только для менеджеров театров, но и вообще в целом для любого актера, для любого режиссера современного театра. Преподаватели – ведущие эксперты страны в области менеджмента и продюсирования театральных проектов из Санкт-Петербургского государственного университета и Российского государственного института сценических искусств. Аудитория в вашем гостеприимном городе очень активная и достаточно нацеленная на получение знаний, потому что буквально с первых минут разминки и тренингов, которые проводили коллеги, мы обратили внимание, насколько вы настроены на диалог и нацелены на то, чтобы общаться и узнавать друг друга. На обучение собрались 45 деятелей культуры и искусства со всей республики. К счастью, собрались в нашем театре сегодня не только работники культуры, но и те работники, которые работают в сфере культуры. Это музейные работники, эти работники библиотечной сферы, это и театралы. Каждый участник проекта, успешно прошедший итоговую аттестацию, получит свидетельство государственного образца о повышении квалификации от Санкт-Петербургского государственного университета по программе «Основы менеджмента в современном национальном театре». В рамках программы проекта состоялся открытый диалог с директором Александринского театра Сергеем Емельяновым. Мы, коллеги, уже далеко по России пошагали, много где были. С начала 22-го года под егидой Александринского театра создана Ассоциация национальных театров России, в которую вошли два театра Чувашской республики. Государственный академический драматический театр имени Константина Иванова и Государственный театр юного зрителя имени Михаила Сеспеля. С директором театра встретился глава региона Олег Николаев. На развитии культуры мы видим все и радуемся, что занимает все более значимое место деятельности органов власти, муниципальной, региональной, федеральной. Мы много лет, на мой взгляд, обращали внимание, прежде всего, деятелей культуры, на то, что очень важно на эту сферу обратить более пристальное внимание и оказать больше содействия и поддержки. В ходе встречи Александринский театр и Минкультуры Чуваши подписали соглашение о сотрудничестве. Национальная театральная школа в Чуваши происходит в первом этапе ее реализации. То есть, можно сказать, что вот только сгоряча этот проект и уже реализуется здесь, в Чебоксарах. Это важный шаг уже в реализации того соглашения, которое мы подписали. Но дальше, больше мы будем искать новые точки соприкосновения, в том числе и на творческой арене. Мы рассчитываем, что в рамках соглашения выработан будет конкретный план мероприятий, в который будет входить и обменные гастроли. Мы ждем спектакль Александринского театра у себя, в театре опербалета, к примеру. И, конечно, будем рады показать свои постановки на сцене уже в Санкт-Петербурге. Перейти реализация совместных проектов в сфере театрального искусства. У наших творческих работников появилась прекрасная возможность перенять опыт работы по всем направлениям в сфере культуры. Милиана Алексеева, Георгий Кривошейн, Республика.